Всем привет! С вами Роботоп! Давайте снова поговорим о животных, ведь порой среди них попадаются довольно странные экземпляры, на которые наверняка не нужно смотреть особо впечатлительным людям. Это самые уродливые животные планеты. Начинаем! Жук трилобит. На вид это страшное инопланетное чудовище. Однако за угрожающим видом кроется вполне боязливое существо. Эти жуки являются родственниками светлякам, скоробеем и божьим коровкам. Самое интересное, что самцы и самки абсолютно разные. Самцы выглядят как нормальные обычные жуки, а вот самки очень жуткие и противные. И вырастают до 9 сантиметров. Увидеть самцов трилобит очень сложно, ведь они в отличие от многих других видов, не реагируют на световые ловушки. Так что единственный способ найти самца, застать его во время спаривания. Плащеносная ящерица. Довольно большое и устрашающее существо. Вокруг шеи этой ящерицы расположена своеобразная кожистая перепонка, своим видом напоминающая плащ. Обитает в Австралии, и практически все время проводит на деревьях. Однако в поисках добычи она может спускаться на землю. Завидев неприятеля, ящерица замирает, пытаясь затаиться и остаться незамеченной для врага. Если это не подействовало, животное переходит ко второму этапу, а именно шипит и раскрывает свой воротник, а также крутит хвостом и поднимается на задние конечности. Выглядит все это очень противно, а если она еще и побежит на вас, просто ужас. Акула-гоблин. Своё название получила за жуткую внешность. Морда акулы заканчивается длинным выростом похожим на клюв, а длинные челюсти выдвигаются далеко вперед, как в фильме ужасов у монстра чужого. С этой акулой людям удавалось столкнуться всего несколько раз, так что известно о ней совсем немного. Это медленная глубоководная акула, которая обитает на глубинах от 200 метров и выше. Крупнейшая известная особь достигала длины 3,8 метра, и весила 210 килограммов. Миксина – это рыба, которая имеет длинное угреобразное тело с похожим на весло хвостом. Обитает на глубинах до 500 метров, и охотится она только на больных или ослабленных рыбок, например после нереста или тех что угодили в сети установленные человеком. Сам процесс нападения выглядит следующим образом. Миксина проедает своими острыми зубами стенку тела рыбы, после чего входит в тело, потребляя сначала внутренние органы, а вскоре и мышечную массу. Если несчастные жертвы еще способны сопротивляться, то миксина проходит в жабры и заполняет их слизью. В итоге рыба погибает от удушья, оставляя охотнице возможность поедать ее тело. Птица гуацин, которая является под видом курообразных. На вид она совсем не уродливая, но ее чаще называют вонючая птица. А все потому, что мясо у нее имеет настолько невыносимый запах, что ни одно живое существо не может употребить его в пищу. Это не единственное необычное свойство гуацина. Также они лазают по деревьям как ящерица, и могут выделять свой мерзкий запах при жизни. Птенцы этой птицы имеют когтистые крылья, что позволяет им ползать по деревьям и продираться сквозь ветки. Также они спокойно передвигаются по земле, и даже ныряют за головастиками. Черепаха мата-мата. В переводе с испанского означает «я убиваю». И действительно, кажется она может убить одним своим видом, существо с плоской головой и шеей, покрытой многочисленными выпуклостями, горбами и бородавками. Но на самом деле эта водная черепаха не опасна для человека, она медлительная, а способность дышать кожей позволяет мата-мата на многие часы и затаиться на дне водоема, в ожидании жертвы, маленькой рыбки и лягушки. Ее длина может достигать 45 сантиметров, а масса до 15 килограммов. В неволе способны жить до 30 лет. Но брать в руки эту черепаху если и можно то раз в месяц, чтобы осмотреть на признаки заболеваний, ведь у них очень скрытный характер, и черепаха впадает в стресс от беспокойства. Калифорнийский комдор. Одна из самых редких птиц в мире, и крупнейшая в Северной Америке. Эта птица имеет не очень привлекательный внешний вид. Его лысина приспособлена для его способа жизни, в качестве поглотителя. Кондор объедается так сильно, что ему часто приходится отдыхать в течение нескольких дней после большой трапезы. Иногда он даже не может взлететь, после такого обильного обеда. Калифорнийский комдор был на грани исчезновения в конце 1970-х, когда их оставалось только несколько десятков. Ученые начали усиленную программу по увеличению популяции. Так что сегодня около 130 этих жутких на вид птиц, живет в дикой природе. Голый землекоп – уникальный вид, который является единственным холоднокровным представителем млекопитающих. Он способен адаптироваться к температуре окружающей среды, как это обычно бывает у присмыкающихся, без позвоночных и рыбок. На вид напоминает лысого крота, но не нужно обнадеживать себя тем фактом, что существо выглядит беззащитно, в их коже нет нейротрансмиттера, а это вещество отвечает за передачу болевых импульсов в центральную нервную систему. Одним словом никакой боли. А еще для землекопа не нужна вода. Влагу его организм получает из пищи, а продолжительность жизни составляет около 30 лет, что является достаточно большим сроком для млекопитающих. Носач – вид приматов, обитающий на острове Калимантан, в прибрежных мангровых и дождевых лесах, вдоль рек и лиманов. Из-за характерного большого грушевидного носа, который имеют только самцы, входит в список самых уродливых видов обезьян на планете. У старых самцов нос может достигать в длину до 10 сантиметров. Носачи хорошо плавают и ныряют, они часто прыгают с деревьев в воду, и среди всех приматов считаются лучшими пловцами. Живут в группах от 5 до 30 животных, где один главный самец и много самок. Питаются в основном плодами и листьями, реже насекомыми. Являются вымирающим видом. Звездонос – млекопитающий из семейства кротовых, распространенный на востоке Северной Америки и в Канаде. Отличительной их особенностью является 22 красных кожных придатка, которые используются животным как орган осязания. Звездоносы живут небольшими группами во влажной почве рядом с водоемами. Являются хорошими пловцами. Питаются в основном насекомыми и личинками, иногда ракообразными и небольшой рыбой. Длина их тела составляет 10-13 сантиметров, а весит от 40 до 80 грамм. Общая протяженность туннелей, которые выкапывает звездонос, может достигать 270 метров. Если вам хоть чуточку было интересно, жмите на лайк. Теперь вы знаете в лицо самых уродливых существ нашей планеты, хотя таких симпатичных еще огромное множество. Если вы еще не подписаны на роботоп, сейчас самое время. Для вас это один клик, а мне приятно.